МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учебно-боевой самолет ЯК-130. Двухместный авиационный комплекс, предназначенный для основной и повышенной подготовки летного состава. 130-й позволяет ставить на крыло пилотов большинства боевых машин, в том числе 4-го и 5-го поколений. На нем консанты могут осваивать не только одиночный и групповой пилотаж, но и отрабатывать пуски ракет, бомбометания и пушечную стрельбу по наземным и воздушным целям. Кроме того, ЯК-130 и сам может выступать в качестве легкого штурмовика, способного работать практически всей линейкой авиационных средств поражения. Впрочем, обо всем по порядку. Свой первый полет ЯК-130 совершил в апреле 1996 года, но это был лишь демонстратор технологий. До серийного выпуска самолета, пришедшего на замену легендарной летающей партии Л-39, было еще очень далеко. Чешский «Альбатрос», ставивший на крыло тысячи летчиков, к началу 90-х морально устарел. В ВВС были нужны новые машины. Универсальные, подходящие для первоначального летного обучения, практики боевого применения и поддержания навыков пилотов. За разработку комплекса взялись сразу несколько ведущих КБ авиастроения. Но гонку за право продолжить работы выдержали лишь детищами Каяна и Яковлева. На начальном этапе оба конструкторских бюро привлекли к разработке зарубежных партнеров. МИК создавал учебный самолет совместно с французами, тогда как КБ Яковлева стартовала проект с итальянскими инженерами. Впрочем, на завершающем этапе совместная разработка была остановлена, и каждая из компаний пошла своим путем. Только к 2003 году был готов планер Як-130 для запуска в серию. Параллельно продолжались стендовые испытания и работы над системами и оборудованием. Первый серийный самолет поднялся в небо 30 апреля 2004 года, но только в декабре 2009-го все испытания были завершены. В белорусской армии эта машина появилась уже в 2015 году с постановки в строй первой партии из четырех комплексов, произведенных на Иркутском авиационном заводе. Як-130 — реактивный учебно-боевой самолет нового поколения. По мнению экспертов, его отличает великолепная аэродинамика, отличная маневренность, выдающиеся взлетно-посадочные характеристики, возможности полета на больших углах атаки, а также высокая тяговооруженность. Авиационный комплекс оснащен двумя турбореактивными двигателями. Мощность каждого из них составляет порядка 2500 килограммов сил. Самолет неприхотлив относительно условий базирования. Конструктивные особенности, заложенные инженерами, позволяют эксплуатировать машину даже на неподготовленных площадках, таких как грунтовые аэродромы с длиной полосы до 1000 метров. Для разбега и пробега ему достаточно в среднем около 700. По слову, в мае 2016-го белорусские авиаторы впервые в истории Як-130 осуществили посадку авиакомплекса на автомагистраль, да еще и в темное время суток. Относительно небольшой самолет весом чуть более 4,5 тонн способен развивать в воздухе скорость больше 1000 км в час. При этом минимальная скорость или скорость сваливания составляет всего 180 км в час. Практический потолок полета Як-130 ограничен кислородной системой и близок к 13 км. Причем подняться на эту высоту учебно-боевой самолет способен менее чем за 5 минут. На самолетах Як-130 конструкторам удалось реализовать систему полностью цифрового борта без аналоговых приборов. Всю информацию о пилотировании и состоянии систем машины летчики получают с экранов многофункциональных индикаторов. Лобовое стекло первого пилота, оборудованное системой отображения, позволяет летчику взаимодействовать с реальными и виртуальными целями, а также в экстренной ситуации, помогает вернуться на аэродром прописки. Впрочем, главное, зачем на 130-м реализован подобный масштаб отцифровки, это обучение пилотов. Электронная система дает возможность в учебных целях изменять характеристики устойчивости и управляемости машины, а также выступает в качестве активной системы безопасности полета. На старте процесса обучения это дает фору начинающим операторам и прощает курсантам ошибки пилотирования. Вместе с тем, уже в режиме пилотажа или воздушного боя, система позволяет имитировать любые типы воздушных судов. Для того, чтобы моделировать их динамические характеристики, достаточно загрузить на борт математическую модель, будь то штурмовик или тяжелый бомбардировщик. Кроме того, система учит пилотов боевому применению. Компьютер создает для обучаемого обстановку условного боя, в котором можно провести обнаружение, захват, сопровождение и уничтожение цели, например, ракетами воздух-воздух, или отработать по наземным целям, в том числе с имитацией ПВО условного неприятеля. Як-130, хоть и именуется учебным, способен выполнять серьезные боевые задачи, в том числе уничтожать малоскоростные воздушные цели или отдельные наземные объекты. Радиус боевого применения при этом составит больше 600 километров. Восемь узлов подвески под крылом и один под фюзеляжем позволяют самолету нести до 3000 килограммов боевой нагрузки. Среди авиационных средств поражения, применяемых на самолете, ракеты класса воздух-воздух, авиационные бомбы, в том числе высокоточные вплоть до КАП-500, неуправляемые авиационные ракеты, а также пушечное вооружение в виде контейнера СБШ-23. Простота конструкции, надежность планера и силовой установки, высокие летно-технические характеристики. 130-й — это самолет, который по критерию «стоимость и эффективность» значительно превосходит своих одноклассников и тем более учебные модификации боевых машин. Пожалуй, Яхт-130 — это наглядный пример идеального сочетания учебных и боевых возможностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok